В прошлую пятницу возле городской администрации появилась пара снеговиков, которые не просто украшали территорию, но и поднимали настроение прохожим. Напомню, снеговик на Ямале стал символом года экологии. В городе даже объявлен конкурс, по условиям которого лабытнанцам предложено украсить свои дворы снежными человечками и ледяными горками. Но где гарантия, что эта красота проживется? Ведь даже в самом центре города скульптуры в считанные дни разбирают по кусочкам. Вандализмом это вряд ли можно назвать, а вот хулиганством вполне. Тему продолжит мой коллега Максим Швец. Скажите, что самое главное у снеговика, по вашему мнению? Нос. Обязательно, нос самое главное. Нос с морковкой. Выглядит он должен, как морковка, оранжевый и длинный. Самое главное у снеговика нос из морковки. Нос морковка. Безусловно, неотъемлемой частью любого снеговика является нос, для изготовления которого зачастую используют простую морковку. Но третьекласснику так не показалось. Он решил исправить ситуацию и взял и отломал этот нос. Камеры наружного наблюдения зафиксировали это. На записи видно, что при первой попытке снеговик выдержал нападение атакующего. Но при повторной, увы, ничего не оставалось, как попрощаться с одной из частей тела. Более того, третьеклассник попытался даже скрыть следы преступления. Сначала стер отпечатки пальцев, а после и вовсе спрятал главную улику – отломанный нос. А вот то, что ведется видеозапись, мальчик не учел. Наверняка не догадывались о видеофиксации и эти двое подростков, которые также за несколько секунд обезличили соседнего снеговика. Найти юных хулиганов особого труда не составило. Сегодня ямальские символы года экологии уже восстановлены и вновь радуют горожан. За сломанный нос у снеговика школьникам Максим будет профилактическая беседа на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Но впредь, чтобы не краснеть ни вам, ни вашим родителям, прежде чем что-то сделать, необходимо хорошо подумать. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова